Добрый вечер, дамы и господа. Это большое реальное время, ежедневно-вечерний интерактивный канал на волнах радиостанции Финам-ФМ. У микрофона Юрий Проньков. В самом начале коротко о том, что вас ждет в ближайшие два часа, а именно 120 минут наш идет вечерний канал. В этом часе у нас гости в московской студии прямого эфира Финам-ФМ. Это кандидаты в Координационные советы российской оппозиции. Сразу скажу, что у нас не дебаты. Я просто решил встретиться с людьми, которые решили пойти в большую политику, потому что выборы в Координационные советы оппозиции – это большая политика. Это по-взрослому, это не песочница, где играют маленькие детки. Вот буду пытать сегодня гостей, которые ко мне пришли. В следующем часе у нас с вами итоги дня. Я сегодня выбрал три темы. Как мне представляются, они все крайне важные и дискуссионные. Первая. Я думаю, вся страна уже готовится к юбилею. Я даже не буду называть, кто юбиляр. Думаю, многие из вас уже догадываются. Кстати, у меня в жизни получается, что 7 октября – также красный день календаря, но это связано не с нынешним президентом, а с моей старшей дочерью. Вот ему исполнится 60, а моей старшей дочери исполнится 15. Так вот нас угораздило, да, а в один день появилась на свет старшая дочь и господин президент. Сегодня у нас будут в итогах дня два, две такие крайние позиции. Одного я назову так адептом нынешнего национального лидера, а другого назову так более-менее мягко его оппонентом. В общем-то, смотрите, что будет у нас и кто у нас будет. В следующем части, кстати, анонс уже выложен на финам.фм. Вторая тема, как мне представляется, вообще вопиющая, имеет уголовный оттенок. И вообще это называется незаконный захват власти. Уже ни для кого не секрет, что глава Удмуртии, в общем-то, приказал голосовать за Единую Россию на предстоящих региональных выборах. Я хочу понять, где в этой стране закон. То есть вообще незаконный захват власти карается уголовным преследованием. Этот господин, не стесняясь, говорит о том, что будет использован административный ресурс. У нас есть вот этот файл, да, звуковой, как этот деятель призывает своих подчиненных голосовать за Единую Россию. Вот сегодня у нас будет один из спикеров вот этой партии власти. Вообще, конечно, хотелось бы напрямую задать вопросы, в том числе Андрею Воробьеву, как они комментируют это высказывание, мягко говоря. Но еще раз скажу, это преследуется по закону, и это уголовная ответственность. Ну и третья тема, которую мы с вами обсудим в следующем часе, это, она связана со следующим большим исследованием, которое провел Левада-центр. Половина москвичей недовольна работой Сергея Собянина, а абсолютное большинство за прямые всенародные выборы годоначальника. Обсудим это в конце следующего часа. Вот такая наша программа на ближайшие 120 минут. Напомню, многоканальный телефонный номер 651099, 6, код Москвы, 495 для звонков. финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. И вот как раз у нас все теперь гости собрались здесь в московской студии. Я знал, что надо немного потянуть, чтобы прекрасная дама успела зайти сюда к нам в студию прямого эфира. Это Юлия Галямина, журналист, лингвист, учредитель партии 5 декабря. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Я начинаю всегда с дам, а вы единственная в нашем сегодня мужском круге. Спасибо. Это Максим Гангальский, ученый и преподаватель МГУ, волонтер, активист движения за Раменский парк. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Щербаков, активист группы «Сопротивление». Александр, добрый вечер. Добрый вечер. И участник белого блока. Вот так. Это важно? Да, да, это важно. Это предвыборный блок. Сейчас поясни. Как еще раз блокно? Это предвыборный блок в КС. Белый блок, первый блок. Белый блок. Создан на этих выборах. Да, ну вот я не всегда в тренде, да, что называется. Поэтому, значит, все собравшиеся здесь, кроме меня, это кандидаты в Координационный совет российской оппозиции. Выборы 20-21 октября. Волков был уже дважды у меня в эфире. Все он подробно рассказывал. Надеюсь, многие из вас уже зарегистрировались в качестве избирателей на предстоящих выборах. Если нет, то это сделайте, пожалуйста. Я вам сейчас задам вот всем, да, один единственный вопрос. Зачем вы туда идете, да? У вас, наверное, жизнь бьет ключом. Вы реализовавшие себя люди или пытающиеся себя реализовать. Или давайте с вас вот мы начнем. С дами будет приоритет. Вам зачем это? Понимаете, вы сами сказали хорошее слово про реализацию. Конечно, мы все не можем реализовать свои политические права в нашей стране. Поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы люди могли их реализовать, как и пассивное, так и активное право. Поэтому, чтобы этот процесс поддержать, прежде всего, я туда пошла. Для того, чтобы своим ресурсом, который у меня есть, авторитетом, который у меня, может быть, есть, поддержать. Если меня выберут, это будет тоже хорошо, потому что у меня есть определенный опыт в протестной деятельности, в медийной деятельности, связанной с протестом. Но если не выберут, я тоже считаю, что это свою миссию выполню, потому что, в общем-то, когда многих, ну, неплохих людей, да, которым я сейчас считаю, с определенным уровнем интеллекта поддерживают эту историю, то история, соответственно, становится более важной, чем она могла бы быть. То есть это проявление гражданской активной позиции и, в общем-то, и личной амбиции? Конечно, личной амбиции тут многое значит. Вообще, люди, когда занимаются политикой, у них много играет роль большую личной амбиции, потому что без этого политик не может. А вы считаете, в России есть политика? Вы знаете, вот в КС есть политика точно, потому что то, чем мы сейчас занимаемся, такое забытое, очень приятное ощущение. У нас такая честная предвыборная борьба. Мы там боремся за медийный ресурс, например, да, в частности, вот мы к вам пришли, и у нас уже некоторые преимущества по отношению к другим. Боремся с нами за своего избирателя, придумываем какие-то прикольные штуки, чтобы его привлечь. Мы как-то, ну, постоянно творчески активно работаем, но при этом у нас нет такого черного пиара, никто там не обмазывает друг друга грязью. Ну, кто-то, может быть, чуть-чуть, но совсем не так, как, в общем, в обычных нашей жизни. Бывает, да, как бывает. Ну, на самом деле, что еще важно, что люди готовы к честной конкурентной борьбе, большинство, и они хотят этой борьбы. Конечно, это маленький круг избирателей, да, там 100 тысяч. С другой стороны, 100 тысяч, это, ну, который предполагаемо будет, это все-таки такой средний районный центр, да. Это, в общем-то, какая-то определенная опыт и практика, и моделирование возможной нашей будущей жизни, и возможность показать людям, что такая, что у нас есть честные политики, что мы можем быть нравственными политиками, что мы можем не обливать друг друга грязью, а открыто смотреть в лицо окружающему миру. — Супер. Меня часто обвиняют, что я романтик, но, по-моему, я сегодня с романтиками встретился в своем эфире. Это Юлия Галямина. А, Александр, зачем вы туда идите? — Да, у меня, наверное, все проще. Просто к декабрю прошлого года гражданское общество в России окончательно убедилось, что политики своей задачей не справляются, то есть, собственно говоря, политики моментально о власти перерождаются в коррупционеров, в воров, в кого угодно. Ну и уже в декабре гражданское общество вышло на улицы для того, чтобы помочь политикам своей роли усправиться, то есть, может быть, стать, переродиться обратно, да. Это, в общем-то, не очень-то получилось. То есть, я бы сказал, у них это совсем не получилось. Голос гражданского общества услышан не был. Ну и в такой ситуации могло случиться только одно, когда само общество делегирует так или иначе, да, под разными путями своих представителей для того, чтобы они как-то учились, да, может быть, входили в политику. Я оказался в этом числе. Не могу сказать, что это было изначально намеренно. Наверное, это здесь и какая-то доля случайности была. То есть, путь был интересен, конечно, если будет время и вопрос от вас, я расскажу об этом. И просто это то, что для меня это сейчас то, что я должен делать. Я считаю это своим гражданским долгом. Но это игра? Ну, элемент игры в этом, конечно, есть, да, но это очень серьезная игра, потому что мы рискуем очень многим, и мы это понимаем, да. И мы уже, то есть, уже когда задерживают, то есть, могут посадить даже совершенно ни за что, задержать за то, что ты стоишь с букетом осенних листьев около администрации президента Российской Федерации, готовя ему, то есть, не готовя, а пытаясь передать ему подарок, это уже театр абсурда, это уже даже не беспредел, это уже Кавка отдыхает. Александр Щербаков, Максим. Да, ну, моя позиция, может быть, во многом перекликается вот с позиции Александра. Мне кажется, что протестное движение сейчас, очевидно, уже зашло в тупик, и как бы топчемся на одном месте, да, ходим каждый раз на эти митинги, каждый раз примерно одно и то же количество людей приходит. Вот, они приходят не ради лидеров, но они сделать ничего не могут. И поэтому мне кажется, что протест должен усиливать свое давление на власть, привлекать новых людей в протест, и, что очень важно, вовлекать еще сильнее людей, которые уже в этом протесте состоят. То есть, допустим, просто отхождение на митинги, переходить там к работе наблюдателями, ну, к какому-то гражданскому обществу. Вот, поэтому, вот, собственно, я иду вот с этим. И мне кажется, что оппозиция сегодня должна поставить себе какую-то конкретную цель, реальную, да, которую она может выполнить, добиться этой цели и заслужить таким образом доверие населению. Вот мне кажется, например, что у нас предстоят выборы в Мосгордуму и выборы мэра Москвы. Я считаю, что это достаточно амбисозная цель, но победа на этих выборах, она могла бы дать второе дыхание, да, потому что, получив в Москве некоторый мандат доверия, а сегодня это реально, потому что все-таки наиболее развит протест именно в Москве, можно уже на реальных делах продемонстрировать свою эффективность всей остальной стране, и тогда она поверит в оппозицию, поверит в новую политику, и уже вот на этом плацдарме можно строить новую политику на федеральном. Другими словами, вы хотите деятельность оппозиции перевести в такую практическую область, да? По сути, да. В митинге важны, словословие важно, но важно и показать конкретные примеры. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Здесь кандидаты в КС Юлия Галямина, Максим Гангальский, Александр Щербаков. Это не дебаты, это просто моя личная встреча. С этими кандидатами, да? Звоните на 65 10 99 6, пишите на финам.фм. 19.18. Продолжаем реальное время. Встречаемся мы сегодня с вами с кандидатами в Координационный совет российской оппозиции. Сразу отмечу Дмитрию и сообщу, что я подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Можете туда также направлять свои письма и вопросы. Так вот, Дмитрий мне пишет, блин, Юрий, вы бы на реальные выборы внимания хоть обратили, а пригласили одного из кандидатов, не могу ее назвать, имя в мэры Химок, да, не говоря уже о других регионах. Во-первых, Дмитрий, оригинальным выборам я уделял внимание позавчера в итогах дня. Во-вторых, значит, кандидатов в мэры Химок я не могу пригласить. Есть там правовые моменты, законы и так далее. Там предвыборная кампания идет и есть свои особенности. То есть, вы знаете, я реальным выборам уделяю самое пристальное внимание, но не менее считаю реальными выборами предстоящие голосование 20-21 октября. Понимаете, можно сколько угодно витать в облаках. Это не так, не там встретились, не то сказали, не на то обратили внимание. Вот передо мной сидят люди, которые собрались в большую политику. Юля, а вы понимаете, что вы собрались в большую политику? Конечно, я понимаю, давно уже занимаюсь политикой. Головы отрывают там иногда. Знаете, я 10 лет уже хожу на 31-е почти каждый, когда могу. Все марши несогласных были сделаны при моем активнейшем участии. Нет страха совсем? Страх, конечно, есть. Но дело в том, что человек на то и человек, чтобы бороться со своими недостатками. Культура ограничивает наши животные проявления и инстинкты. Я где-то слышал, почему задаете этот вопрос, такое мнение, что 45 членов этого Координационного совета, такой расстрельный список. Ой, слушайте. То есть это Волков говорил. Волков говорил. Да расстрельных списков, сколько мы не состояли в разных расстрельных списках. Так что это не совсем так, конечно. И на самом деле любое формирование таких вот организаций, оно делает оппозицию сильнее. И, соответственно, то, что вообще будут какие-то расстрелы, это отодвигается именно самим процессом нашей координации. Поэтому чем больше списков, чем больше людей, которые готовы что-то делать, тем менее вероятны расстрелы, а не наоборот. Совершенно согласен. У вас страх-то, молодые люди, есть? Есть одна фраза. Боишься, не делай, делаешь, не бойся. Страх очень мешал бы работе. Поэтому про него надо забыть, осознанно или неосознанно, и просто заниматься делом. Волитие семейные? Простите, я буду спрашивать. Да, трое детей. Трое детей. Как вторая половина относится? По-разному. То есть, говорит, Саш, да ну, и дальше вот многоточие. Ну, мы как раз сейчас в процессе определения общего мнения, общего знаменателя. Неужели это влияет на совместную супружескую жизнь? Совместную жизнь влияет всё, мне кажется. Даже то, куда человек, как посуду моет. Да, если человек, допустим, не говори, давайте абстрагируемся от меня, потому что не будем переходить на личности, но если человек, как обычный режим работы... Я понял, что он напротив. Есть, нет, ну не совсем, нет, не так, не так. То есть, есть, во-первых, работа, во-вторых, есть такая деятельность общественная. Соответственно, до работы общественная деятельность, после работы общественной деятельности, дома где-то там появляешься от 11, в лучшем случае, до 3, несколько часов на сон и до свидания, да, выходные, опять же, если повезёт. Вот такие они кандидаты в Координационный совет российской оппозиции. А у меня есть выход, хороший, с моей семьей. Мы просто все сделаем на такие мероприятия, ходим вместе, на митинги. То есть, у вас в семье, в общем-то, одна позиция, да? Да, у меня особенно больше. Одиннадцать и четырнадцать. У меня самая скептика, это, конечно, одиннадцатилетний пацан, а вот четырнадцатилетняя девочка, она вот всё. И что говорит одиннадцатилетний подросток? Ну, он так слегка иронично смотрит на мамину деятельность, так, в общем, что и маме дома не сидится, и иногда надо посуду помыть. То есть, мама, займись делом, да, а не ходи по митингам. Да, мама, займись делом, да. А вот дочка у меня, вот она самый главный оппозиционер в семье, ходит, вся обвешанная белыми ленточками, с значками, с магнитскими, без магнитского, в общем, разными. И в школе ей все задают вопросы. Такое же, как вы задали только что нам. Не боишься? А её Дуня зовут, да. Дуня, тебе не страшно, ведь тебя же побьют. А Дуня говорит, а что это меня будут бить? Я делаю всё по закону, и всё. И она совершенно не боится. 14 лет? Да. Классно. Максим, а вы преподаете в МГУ, да? Да, совершенно верно. Потому что у вас ректор, он такой харизматичный, да, человек? Харизматичный, да. Встречается и с Цукербергом, и с Путиным, и со всеми. Вот ваша деятельность не мешает работе? Ну, моя деятельность, может быть, пока не настолько активна, чтобы мешать работе. Но на самом деле, я не думаю, что какие-то прямые такие вещи, да, со стороны ректора. Тем более, что ректор наш человек достаточно адекватный, на мой взгляд. И всё-таки такими мелочными, какими-то, знаете, сведениями счётов не занимается. А вот по поводу страха, я хотел сказать, что, мне кажется, наше поколение, оно, может быть, вот чем-то отличается как раз от предыдущего. Тем, что, ну, конечно, страх у всех какой-то есть, да, тот или иной. Но вот эти вот веса, приоритеты, они как-то изменяются, и всю вот эту историю двигают по другому пути, как мне кажется. Вот смотрите, я вам задам сейчас очень сложный политический вопрос. Я хочу понять, вы правые, левые по центру. То есть вы собрались в Координационный Совет Оппозиции. Там представлены разные люди, есть медийные персоны, очень медийные персоны, которые занимают ту или иную политическую платформу. С некоторыми из них я очень хорошо знаком, с некоторыми менее. Ну вот я хочу понять, вы туда с чем идёте? Давайте, Максим, с вас. Вы имеете в виду как бы программу, да? Да. Программу, политика, да? То есть вы мне не рассказываете, как Навальный мне здесь вдувал в уши постоянно, да, что он надпартийный. Я в это не верю. Я вам могу сказать, что когда вы придёте туда, там вас перехватят. Потому что даже без вашего желания. Есть технологические разработки, как это всё делается. И вы должны понимать, что это всё серьёзно и по-взрослому. Ну да, но я ближе, может быть, к какому-то либеральному блоку, да? Но, на мой взгляд, вот все эти вещи, левый, правый, да, чтобы это действительно играло какую-то роль, всё-таки политическая система должна быть достаточно зрелой. У нас, в общем-то, выжженное поле, да? 12 лет никого никуда не пускали, поэтому мы должны начинать с каких-то азов, там, например, муниципальные выборы, да? Просто учиться элементарным навыкам, допустим, работы с избирателями, взаимодействия какого-то с населением, да? Поэтому, мне кажется, вот даже на этом этапе, может быть, это такой немного лукавый вопрос, там, правый вы или левый, потому что правый или левый, это вот там в Госдуме люди сидят, они решают, там, какие налоги будут у нас, да? Какое у нас там будет социальное обеспечение, вот. А мы всё-таки находимся на несколько более раннем этапе. Рано или поздно вам придётся отвечать на эти вопросы? Да, да, рано или поздно. И не так мягко вам будут их задавать и формулировать, как я. Согласен, согласен. Но я думаю, что я всё-таки ближе к либеральному вот такому мировоззрению, но я всё-таки не склонен вешать ярлыки, да? То есть либеральный там не означает, что человек, допустим, против доступного образования или там против каких-то социальных выплат. Мне кажется, надо по ситуации конкретные вопросы решать. Максим Гангальский, Александр Щербаков. Про Госдуму я бы сказал, что там не правые и левые, там совершенно левые люди сидят. Какие-то, да, абсолютно левые. На их фоне Единая Россия очень даже правая партия. Ну, нет, они просто совсем левые. Они там непонятно, откуда делись. Духом значении. Да, 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 в худшем смысле этого слова. И как раз буквально вчера я выяснил, то есть за меня выяснили, что я скорее социал-демократ. Но я тоже, как и коллега, совершенно не привержен к каким-то ярлыкам. Я считаю, что главное — это эффективное управление государства. Это не государство, которое держится на круговой поруке, на круговой коррупционной схеме, да, когда все практически увлечены в неё. Да, невозможно, невозможно занимать какую-то управленческую должность в госсистеме и не участвовать в этой цепочке. Да, не быть как бы... Слугой народа. Да, 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 не быть слугой народа. И все мы знаем, какого народа. Вот, то есть действительно, сначала... Опять же, там то, что сидят в Госдуме... Вы мне откровенно скажете, вы боитесь вот обозначить свои политические... Нет, я же только что сказал, на меня вчера навесили ярлык «Сал-демократ». За вас кто-то навесил. Нет, ну я скорее так... Ну да, наверное, да, наверное. Но для меня это действительно вопрос там где-то десятый. Где-то десятый. Потому что сейчас мы имеем не какую-то многопартийную систему, да, однопартийную систему, которой там люди по-разному называются, да. Даже, извините, я сейчас могу сказать про свой личный опыт в Тике Солнцево, когда я был наблюдателем, и видел, как ПСГ от КПРФ... Ой, нет, извините, даже не совещательного, а ПРГ, правом решающего голоса от КПРФ, собственно говоря, занимался помощью фальсификации результатов выборов к господам-единороссам. То есть, ну, в данном случае их президенту... Что-то меня это не удивляет, честно говоря. Ну, вы понимаете, то есть мы имеем, по сути, однопартийную систему, где, собственно говоря, однопартийную систему жуликов-воров. И не нужно это говорить только про единую Россию. Да, я думаю, что это гораздо шире. Так что, заместируете надпартийную систему. Чем вы от них отличаетесь? Добежите до власти, станете жуликами и ворами. — Мы, во-первых, сразу намерены создавать систему эффективного общественного контроля. Сейчас гражданин, да, гражданин не может получить запрос, да, на какие-то аспекты, которые его интересуют с точки, ну, что происходит во власти. Сейчас вопрос-то отфутболит. Мы должны создать, во-первых, такую систему, чтобы каждый гражданин, каждый желающий, не говорю все, это, конечно, иллюзия, что вот все сейчас вдруг станут социально активными, ответственными гражданами. Да нет, конечно. Нет, конечно. — Знаете, то же самое я слышу от руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Воробьева, который мне говорит, мы всячески готовы способствовать, чтобы люди проявляли свои инициативы и позиции. — Да, мы видим, как они способствуют. Вот это, что называется, бла-бла-бла, да, а у нас действительно, вот в наших группах, по работе наших групп, вот трех групп белого блока, у нас каждый человек, который хочет принимать участие в работе группы, каждый человек, который хочет принимать участие, да, может, абсолютно, да. То есть у нас, главное, не лидеры, у нас нет лидеров, у нас приоритет идеям. То есть есть носитель идеи, есть человек, который готов за нее взяться, вот он в данный момент, соответственно, и лидер. — Юля, я понял. — Вы знаете, у меня немножко другая позиция. Дело в том, что, может быть, я немножко дольше занимаюсь всем этим. И у нас был большой период, когда вообще была неважная идеологическая позиция. В самом деле, это были середины двухтысячных, когда ситуация была в сто раз хуже, чем сейчас. Вот несмотря на то, что сейчас сажают и так далее, сейчас ситуация просто, ну, даже не сравнить, насколько лучше, чем то, что было тогда, когда был просто, и Ксения Собчак, это был адепт такого путинского гламура. А сейчас, вы вот видите, у нее эволюция произошла. Поэтому я считаю, что уже сейчас настал такой момент, когда вот это расхождение небольшое по идеологическим квартирам необходимо. Это не значит, что мы сразу превращаемся в врагах. Это наоборот. Мы становимся конкурентами, мы становимся честными конкурентами, которые пытаются найти общий язык. Потому что пока мы не обозначим свою позицию, мы никогда не сможем адекватно, ну... — Я с вами согласен. — Отдаваясь от себя отчет вообще, что происходит, находить этот общий язык. — Юля, кто вы? — Значит, наша партия, сейчас я расскажу все, теперь все, успоко... Значит, наша партия, партия 5 декабря, это партия либеральная, нового типа при этом она. Мы отмежевываемся от лидеров старых, с одной стороны. С другой стороны, мы вот от этих идей тоже, вот этих вот ультралиберальных, так, которые пугают по ночам. — Так, вот подождите, мы сейчас прервемся на новости, потому что это, я так чувствую, разговор надолго. Новости, затем продолжим наше интервью. — 19.32, реальное время, Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пронько, здесь, напротив меня, Юлия Галямина, Максим Гангальский, Александр Щербаков, они все кандидаты в Координационный совет российской оппозиции, выборы 20-21 октября. Если не зарегистрировались, я открыто вас агитирую, да? Я не стесняюсь вас агитировать. Зарегистрируйтесь, кандидаты, в качестве избирателей. Заходите на сайт этих выборов, и там все очень просто, очень простая навигация, сделайте это, и примите ее участие действительно в серьезном деле. Юля, я вас прервал, поэтому продолжайте. — Да, я скажу только что, спасибо большое Финам-ФМ и вашему руководству, и вам лично, за то, что вы это все делаете, потому что это на самом деле очень важно, когда такое серьезное СМИ поддерживает эту идею. И возвращаясь к тому, что я говорила, насчет либеральных ценностей. Дело в том, что, конечно, то, что мы видели в 90-е, и то, что мы видели уж тем более при Путине, это полная дискредитация либеральных идей. Понятно, что сейчас слово либерал для многих звучит как ругательное. Но мы не боимся этого, потому что мы хотим наполнить его новым смыслом. Я как специалист по языкознанию знаю, что слова могут менять смысл, и тем более политические термины. У меня такой курс веду в высшей школе экономики как раз в прошлом году вела, про содержание этих политических слов. И, соответственно, мы не такой звериный оскар обществу не показываем. Мы говорим, ребята, либеральная идея — это когда каждый может себя реализовать. Не какие-то там вот сынки детей, дети, слуг народа, кооператив «Озеро», тех, что детство привели. А вот все. И у нас есть понятие равенства, оно никуда не девается, но только это равенство возможностей, равенство доступа к образованию и медицинским услугам. А дальше, ребята, это вот самостоятельно действуйте, будьте активными. Не надо быть иждивенцем, вот это основная либеральная идея. А когда нам говорят, что либеральная — это идея все разворовать, а народу кинуть кости, то это уже Нет, но это госпропаганда, это госпропаганда, ничего не имеющая к либерализму. Вот, и в связи с этим мы как бы и называем себя новыми либералами, сейчас уже появился такой термин, я вот замечаю, кто же, опять же, как специалист, неолибералы. Вот это наша идея. На самом деле, вы понимаете, вы не отличаетесь. Нет, я понимаю, мы уже вот с Максимом Агитимовым. Но мне близка позиция Юли в том плане, что не стоит расходиться там окончательно с руганью, с мордобоем, да, но обозначить свои позиции политические, безусловно, необходимо. Понимаете, вот при всех моих очень хороших отношениях с господином Дальцовым, я ему в лицо всегда говорю, мы с тобой вообще смотрим кардинально в разные стороны, да, я этого не скажу, это лучше, чем вот надпартийность, мы над, да, мы не созрели, вы созрели, вы пошли туда, значит, вы созрели. Теперь у меня следующий вопрос. Вы же понимаете, что страна сейчас в Угаре находится, неправильно сказал, часть страны в Угаре находится в связи с приближающимся юбилеем. А я сейчас задаю вам, вот как на дебатах, да, уже вопрос касаемо господина президента. Максим, давайте вот с вас начнем, мы так по часовой стрелке пойдем. На ваш взгляд, это национальный лидер или кто? Да, вопрос действительно непростой. Ну, я думаю, что... В этой студии простых вопросов не бывает. У меня на этом вопросе Навальный вообще завис, в буквальном смысле, да. Я думаю, что для многих, может быть, он и национальный лидер, но есть, я думаю, большая часть людей, для которых он не является национальным лидером, является действительно президентом, который, ну да, сделал много действительно, может быть, хорошего там в начале своей политической карьеры, да, в 2000-х годах. Но, как говорится, художник должен уметь остановиться. И сменяемость власти, это одна из вещей, которые действительно фундаментальны, да, лежат в основе демократии. Поэтому, ну, уже, так сказать, спасибо. Но и новые люди, я думаю, тоже хотят как-то поучаствовать в этом процессе управления государством. Хорошо, тогда я еще более жестко сформулирую вопрос. 24 сентября, когда произошла у нас рокировка очередная, да, это был ошибочный шаг со стороны Путина возвращаться в Кремль? Да, я думаю, да, конечно. Но мы сейчас это видим, собственно. А если бы был выдвинут Медведев, вы бы его поддержали? Нет, я бы его не поддержал, но я думаю, что много людей, ну так, спустили бы это на тормозах. То есть вот эта иллюзия, которую создал Медведев, такой либерализации, и на которую в том числе... Вот здесь я вновь не буду соглашаться, и здесь мне ближе позиция Юли, потому что, знаете, к этому человеку у меня действительно было отдельное особое отношение. То, что 24 сентября произошло, это была такая звонкая пощечина всем тем, кто увидел на самом деле реальные шаги. Там были шаги, там были реальные шаги. Другое дело, что, знаете, один шаг вперед, два шага или три шага назад. Я во многом, я опять-таки не хочу еще становиться адвокатом Медведева, потому что все изменилось в этой стране уже с тех пор, да, но тем не менее, попытка была. Максим, вы мне скажите, а за кого вы тогда голосовали на президентских выборах? Ой, знаете, я был, честно признаюсь, стыдно, но вне политики, и, по сути, политические какие-то вопросы меня стали интересовать вот с декабря прошлого года, и я даже могу объяснить, почему. Потому что политика — дело коллективное, как мы знаем, и, на мой взгляд, должен быть некий запрос, да, то есть, если люди хотят решать, тогда мы можем вместе куда-то двигаться. Ответьте на мой прямой вопрос. Вы участвовали в президенте? Нет, я не участвовал. Не участвовал. Да, я ответил. И в парламентских не участвовали? Это было связано с тем, что вам было неинтересно? Да, я считал, что это ни на что не влияет, и, как бы, ну, не хотел иметь отношения к вот этой истории. Но после выборов ситуация изменилась? Вашим личным восприятиям? Ну, скажем так, перед выборами, которые были в прошлом году, действительно, ситуация начала меняться. Я увидел людей, которые тоже хотят что-то изменить. И мне кажется, ну, вот, как говорят, вместе мы сила, да, то есть... Ну, и дожимая вас окончательно, вы поддерживаете лозунг «Путин уходи»? Я считаю, что тут, может быть, дело даже не в персоналиях. То есть вот еще есть лозунг, да, если не Путин, то кто? Мне кажется, основная проблема Путина в том, что этот вопрос вообще возник. «Если не Путин, то кто?» То есть Путин — это человек, который пришел с риторикой, что он будет развивать демократию, а на деле мы видели, наоборот, сворачивание всех демократических институтов, отмена, там, губернаторских выборов, одномандатников и так далее. И поэтому возник этот вопрос. «Если не Путин, то кто?» Вот это самая большая претензия к Путину, то, что нету некому его сменить. Это Максим Гангальский. Пожалуйста, Александр, вы как? Если говорить о национальном лидере, то это никак не Путин. Скажем так, это не человек, а нечто. Это медиаобраз, который создан в подмену Путина. Это не настоящее. Вот люди, то, что они видят по телевизору, да, это совсем не то, что есть на самом деле. И вот это, да, которое продуцирует медиа и тиражирует каждый день, вот оно как бы, это оно, оно Путин и есть национальный лидер, собственно говоря. А сам Путин, ну, извините, некоторые его считают жуликом, вором, я не знаю. Так можно это сказать? Нет, подождите, мне неинтересно там кто как считает. Я хочу услышать ваше мнение. Ну, собственно говоря, по-моему, можно сказать про оценочное суждение, да? Оно оценочное суждение, это человек, который... Вы уже оговорились, поэтому все нормально, можете продолжить. Нет, это оценочное суждение, конечно. Это человек, который захватил власть в России, незаконно причем. Ну, конечно, я могу ошибаться. Но я думаю, это стоит проверить. А почему вы оговариваетесь сразу? Вы знаете, так много еще предстоит сделать, и хотелось бы успеть сделать до того, до какого-то момента определенного, да. Хотелось бы, чтобы запаска в это время не был, но если не будет, то не будет что-то делать. Хорошо, это Александр Щербаков, Юля. Ну, это что, оговариваются, чтобы вас не подставлять, прежде всего, я думаю. А для меня... В прямом эфире мы защищены законом о СМИ. А, ну, в общем-то, да, согласна. А поскольку я не занималась прямыми эфирами. Вы знаете, как бы есть такое понятие научной идентичности, да, и, собственно говоря, вот борьба за эту идентичность и происходит все время в медиапространстве. Понятно, что идентичность национального либдера Путин потерял. И когда в тот момент, когда он, в общем-то, активно начали это все вбрасывать, уже было понятно, что эта активность связана именно с тем, что он уже потерял эту роль. В принципе, я встречала в жизни одного человека, который голосовал за Путина, и я его минут за пять переубедила больше этого не делать. Вот, а значит, кто он такой? Вы знаете, я думаю, что это может решить суд. Это важный момент, вот, чтобы решить. Вот у меня есть несколько эпизодов исторических взрывов домов в Москве и Волгодонске, Норд-Ост, который вот скоро будет годовщина, 10 лет, и я всех призываю, пользуюсь случаем, прийти и поддержать этих людей на митинг памяти. Вот, вы можете узнать, где и когда он состоится, я сейчас не помню точно, в интернете. А это бессланг, это же, конечно, бесконечно страшная история, и было независимое расследование, которое показало, что, в общем-то, таких жертв можно было избежать. Но с Норд-Остом-то совершенно очевидно. И еще много разных эпизодов, там, в делах Дарковского в частности. То есть вы, на самом деле, уже готовите папочку. Да, список, папочка давно готова, и не мною уже приготовлена. Есть много любителей этого дела. Я думаю, что вопрос, вердикт может вынести суд. Я очень надеюсь, что он состоится в свое время. Конечно, может быть, будет такой вариант, что мы ради свободы нашей Родины обменяем домашнее заключение где-нибудь на Сардинии, но, в принципе, мне не обязательно, чтобы преступник сидел в тюрьме, а мне важно, чтобы было общественное порицание. И была сказана правда, которую мы все ждем очень долго все эти годы. Но, в общем, я думаю, что... Вы очень риски, на самом деле, в высказаниях отношений нынешнего президента. А я ничего не сказала про него, в общем-то, на самом деле, потому что я, правда, не имею права этого говорить. Я не проводила никаких расследований. Я могу сделать только некие предположения, которые в косвенящем сете вот этот суд и решит справедливый, который, я надеюсь, у нас есть. Соответственно, следствие, да? Следствие, естественно, следствие, суд, и у нас еще остались профессионалы, которые способны провести соответствующие расследования. Надеюсь, что срок давности не закончится. Хотя преступления против человечности у него нет. Ну, вот сегодня ФОМ, господа, опубликал данные, что 72% россиян одобряют политику господина Путина. Ну, ФОМ это... ФОМ для этого и создан. А вот я хочу... Вы считаете, что это неправда, да? Ну, да, к цифрам, которые публикует ФОМ, я достаточно скептически отношусь. Нет, я сомневаюсь, что 72%... Я тоже сомневаюсь. Ну, мы же видели выборы, да, мы были наблюдателями многие, и поэтому реальные результаты мы знаем. Поэтому тут сбивать нас с толку какими-то социологическими опросами... Все-таки выборы — это более репрезентативная, да, выборка. Вот, например, на моем участке было 42% за Путина. 42%? 42, да. Ну, 46%. Да, то есть, ну, 76% цифра, мне кажется, из ниоткуда. Здесь бы я долю такой скепсиса внес бы в эту оценку. В чем дело, что Москва — это Москва, а есть еще Россия, да, есть тот самый, как я уже говорил, этот образ, да, фантом Путина. Путин прекрасный, да, в который верят люди, которым каждый день по телевизору с утра до вечера... Вы встречали таких людей? Да, конечно, конечно. Выезжаешь в регионы и говоришь, ну, Путин же так много делает, да, что... Вот вот же по телевизору показывают, представляете? То есть, в принципе, уже должны были с советских времен отучиться верить, да, пропаганде, но не отучились, не отучились. Видимо, надо во что-то верить, да, людям, которые остались многие... Или веровать. Или веровать, да. С точки зрения лингвистики. Практически наедине, да, веровать, да, пожалуй. Он же богоподобен теперь. И, ну, может быть, не 70, да... Наверняка за половину, наверняка за половину перешло. Я думаю, что даже если бы были вот честные президентские выборы, опять же, поскольку площадка расчищена, во втором туре он бы победил. И вот зачем? Это просто, не знаю, вакханалия какая-то. Это просто абсурд, да. Видимо, система решила перестраховаться. Так сама система уже идет в разнос, да. Потому что вот в среднем звене вот эта вот прослойка, да, она набрана по принципу, там, брат, сват, кум, они не профессионалы. Они делают, извините, какую-то ерунду постоянно. Постоянно. Буквально. Мы это вчера видели, да. Да. Постоянно происходит, в общем-то. Вот смотрите, мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей, а затем я уже обращаюсь к слушателям Финам. ФМ. Я вам отдаю на растерзание кандидатов в Координационный Совет Российской Оппозиции. Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. И задавайте те вопросы, которые вы считаете необходимыми задать. В 19.47 здесь Юлия Галямина, Максим Гангальский, Александр Щербаков. Это кандидаты в Координационный Совет Российской Оппозиции. Пожалуйста, вот я практически умолкаю. Буду только модерировать наш разговор. Ваши вопросы, комментарии, мнения на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. То есть можете и увидеть наших сегодняшних гостей. Добрый вечер. В эфире как вас зовут? Алло. Добрый день. Меня зовут Алексей. Алексей. Из города Краснодара. Я звоню к вам. Значит, ну у меня мнение по поводу участников в СССР. В этой оппозиции. Конечно, есть разные люди. И первое, что я считаю, на что нужно смотреть, это на что эти люди реально способны. И отсюда у меня вопрос к сегодняшним вашим гостям. Категорично ли относятся они к тому, что люди, которые имеют свой бизнес, работают в бизнесе, не должны ничего смешивать с политикой. Ведь все-таки бизнес он развивает людей, дает им какие-то таланты и возможности. Да, спасибо, Алексей. Ну, это очень легко описывается в терминах, вот это, сейчас у меня вылетел изглавы слова, но не важно. Короче, говорит, легко решать свои механизмы. Конечно, бизнес можно иметь и при этом заниматься политикой, просто когда у тебя конфликт интересов, да, вот слово называется. Просто его надо обозначать и надо, соответственно, прозрачно это показывать, где у тебя конфликт и в этом не лезть в эту тему и все. Потому что иначе никак, да, ну люди не могут, куда они денут свой бизнес, если они идут в политику, это же естественно. Я думаю, что это вопрос уже такой личный, да, это зависит от личности каждого человека, то есть если к нему, у него лежит душа к этому занятию и он способен им заниматься, то почему нет никаких проблем, не вижу. Да, я в общем согласен, что главное, чтобы не было какого-то яркого конфликта интересов, но естественно такие политики класса А, то есть министры, там президент, да, ну у них просто времени не будет на этот бизнес, поэтому такие люди, конечно, должны избавляться от руководящей именно роли. Герман пишет вопрос вашим гостям, вы похожи, обращаясь к вам, вы похожи на революционеров, которые клемили царскую Россию, подняли народ против власти, что потом было мы знаем. Я повторения не хочу. У вас есть экономическая программа, у вас есть реальный лидер с тезисами, у вас есть деньги на то, чтобы прийти к власти. И как пишет Герман, да, замечает, а власть потребляет много денег. Экономическая программа есть, лидеров, слава богу, у нас мы придерживаемся позиций антилидерства, да, мы придерживаемся позиций консенсуса, да, и что касается той части... Деньги. Деньги, деньги. Самое главное. Вы знаете, мы сейчас без денег делаем такие дела интересные и большие, или при минимуме денег, что показывает, в общем-то, то, что мы умеем с ними эффективно управляться, да, то, то есть вся мощь, большая часть мощь вот этой государственной машины направлена на то, чтобы справиться с тем, что мы делаем там буквально за, не знаю, 3-5-10 тысяч рублей. Вот, так что мы просто эффективны. Да, я думаю, что что касается программы, то может быть программы даже если нет, но есть взгляды и координационный совет именно для этого и создается, чтобы выработать эту программу, пусть их будет несколько и предложить какую-то альтернативу. То есть это именно то, чем мы должны заниматься. А что касается денег, то я считаю, деньги появятся, как только появится конструктивная программа. Как только бизнес, я вам могу ответить на этот вопрос, как только бизнес почувствует, что вы реально во власти. Мы уже занялись фандрайзингом сейчас. Да, и кроме того, я не хочу сказать, что мы все здесь занимаемся именно революцией, и вот вы сейчас вот просто смести власти после взрыва аврога, да, выстрела. Дело не в этом, дело в том, что мы меняем общество, и это самое главное. Самое главное, когда меняется общество, уже не происходит никаких таких вот кровавых революций с 17-го года. Но если власть сама только дотянет до этого момента, то я надеюсь, что не произойдет. Да, я тоже надеюсь. Добрый вечер. Никто здесь не хочет крови. Как вас зовут, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений, город Собянск. Да. Я хотел сказать, что все это очень мило, все это очень здорово, но почему у меня постоянно перед глазами стоит сцена из классического произведения о пятийных жилетах? Ну, и как вы сами отвечаете на этот вопрос? Вы знаете, я отвечаю на этот вопрос следующим образом, что оппозиция — это люди, которые не могут быть выбраны из числа 250 или тысячи. Оппозиционеры — это люди, которые проявляют себя как оппозиционеры. И если оппозиционеры появляются впервые на мониторе компьютера в каких-то дебатах, то совершенно непонятно, на что они рассчитывают в смысле голосов. Ну, ладно, можно... Это не о нас. Это не о нас. Подожди, вот поясните мне, оппозиционные политики для вас это кто тогда? Не фамилии, да, а вот креда. Вы знаете что, я абсолютно не согласен ни с методами, ни с идеями, ни с подходами известного вам писателя, который очень часто бывает у вас. Но он оппозиционер. Он эксцентричный. Вчерашнего, что ли, моего гостя вспомнили? Это Эдуард Лимонов. А, Эдуард Лимонов. Ну, а Прилепин там недалеко. Нет, ну, Прилепин тоже, но Прилепин, вы понимаете, он же вчера говорил, что ну да, я левак, но как-то говорил он это неуверенно. Да, я понял, я понял. Вот, кто готов? Ну, мы не с экранов мониторов сошли, собственно говоря, мы вышли, во всяком случае, мы, я так понял, из народа, но, в общем-то, все так или иначе. И у нас есть портфолио, как минимум, с декабря. Нет, там вопрос был в другом. То есть надо себя там вот как Лимонов. Ну, то есть, ну, вчера-вчера я ходил в автозак, да, ну, и что? Ну, сходил прекрасно. Нет, ну, Лимонов, я не считаю, Александр Щербаков поздравлял президента. Я не считаю это большим достижением, собственно. Эдуард Вениаминович прекрасный человек, я с ним знакомый, вообще передаю ему привет, но он все-таки немножко другого поколения. Конечно, мы будем еще известны так же, как Лимонов, это не переживайте за нас. Да, мне кажется, время вот таких лидеров, которые бьют себя в грудь, оно прошло, и Россия как-то трансформируется в другую страну, в которой у лидеров действительно может быть много, но главное, что все эти лидеры должны заниматься какими-то реальными делами. Вот, например, там про себя я могу сказать, что я состою там в движении Раменский парк, да, который борется с незаконной застройкой. Ну, да, это, может быть, не показывают по телевизору, но в какой-то момент, да, мы появляемся на телеэкране, а нас никто не знает. Поэтому такой вопрос. Если говорить про реальные-реальные дела, да, то, допустим, это участие в Союзе наблюдателей России, СОНАР, собственно говоря, с самого момента основания, то есть еще до момента основания, начиная с самой первой вот этой акции, поездки в Ярославль. Ну, это прям первое, что вспомнилось про реальные дела, но не считая работы семьи. Ну, и потом медийный ресурс, конечно. Вот даже у Лимонова он был бы больше в какой-то момент, а сейчас совершенно в телевизоре никого не показывают. Я недавно передачу смотрел «Встреча с Лимоном», 90-й там какой-то год, ну, в интернете. Он выходит, ему записочки передают, он рассказывает там, как у него, он Эдичку писал. Сейчас Лимонов ко мне ходит, и здесь ему не записки, а звонки. И здесь он кроет моих слушателей. Мы в последний раз с ним очень так плотно сидели, разговаривали. Ну, это его позиция. Ну, имидж обязывает. Да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Москва, Олег Сергеевич. Вот я слушаю вот этих, в кавычках, оппозиционеров. Никакие они не оппозиционеры. Все время есть такое ощущение, что они просто хотят получить власть. А готовы ли они призвать к ответу действующей власти? Я же вам только что сказала, я же только что рассказывала про суд над Путиным, во-первых. Во-вторых, извините, да, политики хотят получить власть. Но это другой вопрос, ради чего они хотят ее получить, понимаете? Мы хотим не просто власть получить, но еще и организовать, чтобы общество само контролировало и ту же самую власть, и чтобы власть была сменяема. Это основная наша задача сейчас, даже если мы каким-то образом придем во власть. Потому что несменяемость власти проблема для самих политиков. И потом, понимаете, критиковать, безусловно, очень легко. Кто не согласен с моими сегодняшними гостями, с другими кандидатами в Координационный Совет Российской Оппозиции, надо было самим выдвигаться. Ну да, да. И не просто говорить в прямом радиоэфире, да, а вот участвовать в реальных дебатах, реально отставить свои интересы, свои позиции. Просто, понимаете, правильно, тут мне тоже пишут, почему вы этих пригласили, почему других не пригласили. А вот пригласил и все, вот понимаете, я никого из сегодняшней троицы вообще не знал до сегодняшнего дня, да. Потому что мы очень милые. Да, захотел и пригласил. Понимаете, и это мое право как журналист, автор этих проектов. То же самое, вот не умничать надо, вот не обижайтесь никто, а берете и делаете, да. Я знаю, что у многих из вас есть конкретные дела, но зачем начинать формулировать свою мысль с тезиса того, что это псевдо-оппозиционеры, и оппозиционеры в кавычках, слушайте, они еще себя пока не проявили. Вот так, чтобы так оценично себе давали. Нет, не надо, мы проявили себя, да, еще как, просто человек не в курсе, потому что он не очень следит за теми медийными ресурсами, которые нам доступны. Ну и тогда нам нужно было бы у него выяснить, каково его определение оппозиционера настоящего, и чем он отличается от ненастоящего. Но это долгий разговор, конечно. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Так, алло, алло. Алло. Ну, молчите в другом месте. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Мария, Москва. Вначале хочу благодарить вас за вашу программу, и за то, что вы пригласили сегодня именно этих гофей. Раньше не знали. Я тоже раньше не знала, но вот человек, участвующий во всех митингах и обязательно планирующий голосовать, я внимательно изучала списки кандидатов, составила уже около 70% от 45 человек, за которых я буду голосовать, и все три ваших гостей сегодня уже вошли в этот список. Спасибо. Сегодня, услышав из его эфире, я только поняла, что теперь я точно подтверждаю для себя, что обязательно за всех трех кандидатов я голосую. И отдельное спасибо Максиму за Раменский парк. Я там тоже живу, и я тоже за него. Спасибо. И, кстати, тоже. Не комментируем, идем дальше. Кто критикует? Да, в эфире. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Это Павел Магнитовый. Да, Павел, пожалуйста. Молодые и прекрасные ребята. Ну, прямо сердце радуется. Посмотришь на ваши там Железнякова, Чеснокова, ну, такой утиль, такие камщики. Ну, а это, ну, просто сердце поет. Спасибо. Спасибо. Нет, уж знаете, у меня будут и эти, и другие, и Железняк будет в эфире, и Воробьев там и так далее. Ну, вы понимаете, я не оппозиционный журналист. Я журналист. Уже все отвыкли от этого понятия, да? То есть ты должен быть либо за белых, либо за красных. Нет. Я хочу и за Родину, и за свободу, понимаете? Вот это главный мой постулат. А у нас постоянно идет столкновение этих интересов. Кто, Железняк, он за Родину или за свободу? Он за Единую Россию. Все. К сожалению, наше время завершилось. Господа, спасибо вам огромное. Было приятно с вами пообщаться. Это Юлия Галямина, Максим Гангальский и Александр Щербаков были сегодня в реальном времени на Финал МФМ. Значит, еще раз напомню, выборы 20-21 октября в Координационный Совет Российской Оппозиции, если не зарегистрировались как избиратели, обязательно это сделайте на портале вот предстоящего голосования. Там открыты и пункты, где можно регистрироваться. Одним словом, участвуйте в реальной политике. После краткого выпуска новостей итоги дня.